Вот то, к чему может обратиться каждый из нас и найти в нем лучшего друга. Не правда ли глупость? Небо. Огромное бескрайнее небо. Это всего лишь атмосфера Земли, которая всего лишь в огромной степени больше нас. Вот так. Ну хорошо. Значит, тогда чего следующее-то у нас? У нас уже натикало, сейчас расскажу, сколько. Я думаю, что три часа дня уже. Четыре уже, блин. Прикинь, четыре часа. Там каменная дорога впереди, которую ведет машиностроитель. Я подумал, что я все-таки до нее дойду. Ну, а потом поверну назад. Объявление, как говорится, что невиданное количество кличей. Но при этом, ты знаешь, я думаю, что каждый год это объявление. Да. Действительно, тут мой папа прав, что пять лет назад я говорил ровно ту же самую фразу. Сейчас, сейчас я соберусь, я сыграю на скрипке что-то. Просто-напросто то, чего еще не слышал мир. И в этом году я повторил эту фразу. И знаешь, что я тебе скажу? Если ты спросишь, какое мое личное мнение по этому поводу. Типа, бездарная это фраза или нет. Пустое это обещание или нет. Лично мое мнение, что совершенно не пустое. Да, это уже туда и дальше, наверное, не пойдем. До каменной дороги. Не знаю, как тут. Можно, конечно, пойти. Я считаю, абсолютно не пустое. Так, ну здесь, конечно, блин, я уже тонул. Понимаешь, в чем дело? Вот. Лишний раз я убеждаюсь. Хотя я, как говорится, проявляю здравомыслие. И отказываю себе в автономности. Считаю, что я полная собственность святой женщины. Блин. Да, тут я, конечно, не пролезу. Но при этом, при всем странным образом, я все-таки опираюсь только сам на себя и на YouTube. Еще раз я тебе скажу, что YouTube, насколько я вижу уже сейчас, это, понимаешь, вот как ни странно, это, конечно, очень грустно в этом признаваться, но именно его грандиозность и безличность, она именно очень мне родственна. Очень родственна то, что он требует огромного трудолюбия. Труда, количество, понимаешь? А я уже тебе повторяю, что я мистер количества. Он требует огромной самоотдачи. Очень медленно он. Медленно, но все-таки он дает результат. И, друзья мои, я считаю, что это правильно. Потому что, ну, представь себе, если тебе только ты опубликовал пару роликов, и тебе сразу же 100 тысяч подписчиков, сразу же тебе миллионные стримы, и так далее. Нет, не сразу. Но, в общем, короче. Да, в общем, по поводу того, как я вымыслил себя с миллионной аудиторией. Я это сформулировал, значит. Мое отношение к политике и к порнографии. Значит, и то, и другое не обсуждается. Почему? О, да, я не буду говорить. Почему просто не обсуждается? Какая моя реальная позиция, она такая и есть. Она такая и есть. Есть области, которые, если ты не будешь затрагивать, просто будет от этого хорошо. Вот и все. Блин, ну я тут, конечно, зачесался в края. И на чем будут основаны мои миллионные стримы? На чем они будут основаны? Они будут основаны на мысли маленького человека. На том, на здравом смысле. На том, с чем мы можем располагать исходя из вот данности. Я не знаю, если я, наверное, нацеплял клеща, то это, конечно, будет. Ну, что теперь делать? Повезу его на анализ. Как это уже случалось. Да, вот я почти дошел. Ну, так вот. Чем вот я сейчас располагаю, чем я располагал с самого первого дня своего блогерства, тем я буду располагать и тогда, когда я буду вести многомиллионный стрим. если я до этого дотяну. Потому что, собственно говоря, мое окружение, подчеркиваю, любящее меня, оно подчас ведется в крайней степени и враждебно, и с другой стороны оно тоже, знаешь, все держится на волоске. Вообще, все держится на волоске. Ну, как же мне все-таки дойти-то до каменной дороги, ребят? Блин. Ну, я и вляпался. Ну, ладно, надеюсь, что назад будет идти лекция. Давай, нормально. Так, пройдем. В крайнем случае, как говорили, мы в детстве не сахарный. Продолжение следует... Продолжение следует...